Африканскую чуму свиней обнаружили в одном из сел Львовской области, на границе с Польшей. Люди в панике, поскольку теперь они должны уничтожить все поголовье. Все подробности узнаем от Галины Икошко. Можно глянуть ваш багажник? Можно. Если вы не вязаете рычаг, может быть заражен. Три таких вот блокпоста оградили село Грозево. На въезде табличка «Карантин. Африканская чума». Колеса всех машин, которые выезжают из села, обрабатывают специальным раствором. Это делают для того, чтобы предотвратить распространение африканской чумы. А в самом центре села люди собрались на митинг. Жителям объявили, что всех свиней, а их здесь около сотни, уничтожат. У хозяев скотины настоящая паника. Все началось вот с этого двора. Накануне здесь одна за другой погибли четыре свинья. Вместе с ними еще несколько десятков поросят. Животных отправили на экспертизу. Она и показала, у свиней чума. Я не понимаю. Вы говорите, что я принес чуму. Я их в руках принес. Вот скажите мне, люди добрые. Мы же не в войне, что только в нашей хате появилось. Мы не хотим, чтобы их утилитировать, эти свиньи. В то, что свиньи теперь опасны для всего региона, жители Грозева верить отказываются. Для них это основной заработок и средства выживания. Мясо они не покупают, выращивают сами. Часть продают. Если на год я буду иметь четыре свиньи матки, если бы я так размножила, хотя бы минимум по девять, свиньи по 700 гривен, то я бы имела хорошие заработки. Они едут, свинья нормальная, здоровая свинья. Одну свинью Ивана уже зарезала, вторую оставила до следующего года. Говорит, если отберут и эту, семья будет голодать. Я не могу себе позволить купить такую басу за 160 или за 200 гривен. Я себе лучше вершу 50 грамм того мяса в зуб и сварю для детей. В Госпродпотребслужбе утверждают, все поголовье в селе нужно сжечь в ближайшее время. Даже если свиньи вполне здоровы, обещают ущерб компенсировать деньгами. Свиньи, которые мы будем от людей забирать, за них люди будут отримать соответствующую компенсацию. Цена бы была в районе 25-30 гривен за килограмм живой ваги. Правоохранители и ветеринары также не пропускают мясо, птицу, молоко и яйца из Грозева. Карантин продлится 40 дней. Калина и Кошки, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львовская область.